Всем привет, друзья! Сегодня будет у нас на дегустацию такое немецкое пиво Вольтен Тингер. Соответственно, взял пшеничку обычную, классическую и темную пшеничку. Купил по скидке за 79 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. Так оно, кстати, стоит там и 130, и 140 рублей, может быть, скидки ставить. Но скидка на это пиво достаточно часто. Очередная такая немецкая, немецкая дешевенькая пивко, да? Вот. В принципе, продается в большинстве супермаркетов. Купить как бы не особо его сложно. Ну, составы, в принципе, достаточно стандартные. То есть там пшеничный солод, ячменный солод, хмель, там хмель-продукты. Алкоголя 5,4, что в светлом, что в темном. Ну, собственно, что, давайте начинать пробовать. Не знаю даже, давайте с темного начнем. Я просто люблю как раз вот эту стилистику темной пшенички. Правда, что-то я про это пиво просто уже немножко слышал. Вообще, стараюсь всегда перед записью роликов никакие ни обзоры, ничего, ни отзывы не смотреть. Чтобы как бы не быть аффилированным чужим мнением. Вот. Поэтому не смотрю. Но конкретно про это пиво я просто знаю. Вот брат его как-то пил. И я его отзыв немножко слышал. Поэтому здесь так не получится. Так, ну что, пивко такое достаточно. Оно, кстати, не совсем похоже на темное. Оно скорее какого-то гентарного такого цвета. Но я потом покажу, когда я второе тоже налью, чтобы вам сразу пивасик показать. Пенка такая, кстати, присутствует достаточно такая. Не гентарная даже, она какого-то, знаете, такого. Красновато вот какого-то такого. Темно-красного цвета, что-то такого. Запах. Ну, запах приятный. Ничего неприятного не ощущается. Ну, какие-то тут. Ну, солода чувствуется. Какие-то даже ягод, что ли, запах какой-то на отдалении чувствуется. Хотя составе ничего такого нет. Видимо, это дрожжи так такой дают. Эффект. Ну, что, давайте попробуем. В принципе, приятный достаточно запах. Ну, что-то не распробовал с первого этого. Нормально, выпуешь так. Ничего плохого сказать не могу. Ну, мне кажется, вот это вот пиво, оно похоже вот на пиво есть в красно-белом, в Микленбург тоже, которое темное. Вот оно как-то на него похоже. Какое-то немножко такое водянистое, не хватает ему насыщенности, да, вот какое вот есть вот, ну, в более лучших, на мой взгляд, представителях этого вида, этого стиля пива, да. То есть, какая-то вот, не хватает какой-то яркости, вкуса, да. И на послевкусии такая немножко водянистость присутствует. Сейчас еще про тело немножко расскажу. Небольшая такая горчиночка такая, горьковатая немножко тело. Такое кофейное, можно даже сказать, какое-то немножко. Вот, в принципе, пьется прикольно. Единственное, вот эта водянистость как-то, на послевкусии, которая уже, ну, как-то не хватает, видимо, плотности немножко пива, пожалели немножко у него компонентов. Вот. И как-то так получается. В принципе, на мой взгляд, вот если не брать, вот именно, не относиться к этому, что вот вы там покупаете пиво в такой-то стилистике, оно должно быть вот именно такой стилистике. А просто, если относиться вот нравится-не нравится, ну, вполне себе нормальное пивко, прикольное. С удовольствием, кстати, выпью банку в куплю. Такое необычное, да? То есть, в обычных там магазинах тоже в основном лагеря стоят. Боятно, что лучше там, если что, я возьму там лучше банку Пауланера, да, этого Дункеля. Насеку, ну, не надо, не надо, конечно. Ну, если так гипотетическую ситуацию взять, все, я бы взял без проблем за это, там, 7-10, сколько там стоит. Значит, поехали пшеничку пробовать. Еще здесь можно, как отличительную особенность, это большее содержание алкоголя, то есть 5,4. Обычно там в пшеничке, там где-то 5,1-5, там что-то в этом роде. А здесь чуть больше. Поэтому для кого-то плюс, для кого-то минус. Не знаю. Ну вот, пшеничка, она вроде как-то не так должна выглядеть, если я не ошибаюсь. Она должна более выглядеть мутноватой. Здесь, конечно, мутность какая-то присутствует, но не сказал бы, что прям так, как вот я вижу, как должна выглядеть вот немецкая вот эта вот Хейфи-Вайсберг, вот эта вот стилистика, да. Газация, кстати, такая активная, пузыречки так бегают. Пенка. Так, давайте запах посмотрим. Будут тут все вот эти стандартные пшеничные немецкие атрибуты в виде бананов и всего прочего. Ну, кстати, они какие-то достаточно слабенькие. Вроде они есть. Да, есть вот нотки вот эти вот банановые всякие фруктовые. Но не так ярко выражено, как вот бывает иногда. И не так они что-ли, приятно, качественно. Что-то в этом роде. Так-то тоже всего-всего в этом пиве не хватает. Хотя оно вроде как неплохое. Сейчас давайте гладочек маленький сделаем. Ну, кстати, скажу я, вон нормально, тоже приятное пивко. Небольшую такую горчиночку даже дает. Что, наверное, в целом не свойственно вот этим пшеничкам, да, вот. Иногда бывает там вот такая вот горчиночка, но она в меньшей степени. Здесь чуть-чуть она побольше горчиночка. Я, кстати, скажу, что это тоже прикольно. Не могу сказать, что это плохо, как-то невкусно. Опять же, может, это вот в плане того, что вот какая должна быть там пшеничка, это как-то не очень, но если в целом просто рассматривать, да ничего, так пивко. Ладно, попозже еще гладочек сделаю. Еще в этой линейке вот вольпен-тингеров есть этот Хелис, короче, такая синяя обычная баночка, ну что, такая какая-то. Я его, короче, пил, ну, ничего особо интересного для меня не преподнес, и как бы второй раз я обычно не люблю покупать пиво, которое я уже пил, и оно мне как-то не особо понравилось, поэтому поэтому я его брать специально не стал. Так вот, по воспоминаниям, так сказать, выскажу свое мнение. А стоит оно тоже там примерно столько же денег. Хочется побольше пива нового попробовать, поэтому как бы стараюсь экономить вместо своего большого хоть желудка, да, стараюсь все равно экономить под новые пивасики. Не, ну, конечно, не хватает здесь тоже насыщенности, не хватает вот какого-то хлебного такого вкуса, более такого мощного ножовистости какой-то что-ли, или что-то в этом роде. Больше как, я не знаю, как вот какой-то такой лакировок с добавлением пшеничного солода для смягчения, да, и вот такой горчиночкой небольшой. Не горчиночкой, которая в лагерах, да, там вот в Пилснерах, да, такая вот прям ярко выжжена, а просто вот такая вот как хлебная такая мягенькая, мягенькая горчиночка. Кислинки нет вообще, что я считаю огромным плюсом. Вообще не люблю кислинку в пшеничке, хотя знаю, что там она допускается, как бы, поя, по параметрам, да, но мне допустим как-то это все не очень. Ну что, в принципе пивко достаточно неплохое, достаточно забавное, хотя думаю, что именно в рамках вот этих стилистик, которых оно преподносится, оно будет, ну, не совсем правильным. А так просто как попить пивка на любительском, на нашем дилетантском уровне вполне себе прикольная тема. забыл, показать по цвету пива, вот так оно примерно выглядит, вот, исправляюсь, где-нибудь там в середине ролика вставлю кусочек, ничего не могу больше сказать. Всем спасибо, ребята, за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, как вам это пивко, и всего доброго, всем до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok